Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Казахстанцы должны быть обеспечены жильем. Этой теме в стране будут уделять первостепенное внимание, заявил президент страны во время церемонии награждения государственными наградами. Касым Жмар-Токаев остановился также на социальных вопросах и рассказал, в чем заключается концепция слышащего государства. О тех, кого отметили орденами и премиями, расскажет Иван Тулинов. Итоги года государственного масштаба. Накануне Дня независимости в Акурду приглашают выдающихся казахстанцев. Тех, кто за год проявил себя в различных сферах. Госнаграды и премии президент вручает лично, но перед этим приветственное слово. Бесценный опыт и знания первого президента Ельбаса будут востребованы нашим народом и использованы на благо нашей страны. Наш долг – чтить его колоссальный труд как отца-основателя нашего государства, выдающегося государственного деятеля, личности исторического масштаба. Речь главы государства чем-то напомнила новогоднее обращение. В нем была часть, посвященная социальной политике. В этом году на пособие и поддержку малоимущих выделили 3,5 триллиона тенге. Президент отметил повышение пенсии и зарплат бюджетникам, медикам, гражданским служащим. Однако есть еще одна деталь, которую Касымжимар Тукаев заметил особо. В этом году выросло гражданское самосознание. И вот в чем оно проявилось. Ярким примером народного единства стали события в Арыс. Проявив сочувствие, казахстанцы со всех регионов страны собрали 7 миллиардов тенге для попавших в беду соотечественников. За короткий срок общими усилиями госорганов, волонтеров и бизнеса восстановлено более 7,5 тысяч домов, почти 70 социальных объектов, школ, больниц. Кроме того, казахстанцы стали внимательнее относиться к своим сбережениям. Сегодня в Жилстройсбербанке открыто полтора миллиона вкладов. Из полумиллиона людей, стоящих в очереди за жильем, 200 тысяч начали откладывать на квартиру. Отметив эти цифры, президент заявил, ситуацию с жильем нужно менять кардинально. Обеспечение жильем – это приоритет социальной политики государства. Поэтому в скором времени будут предприняты дополнительные меры. Правительство прорабатывает вопрос распространения опыта программы БАХТО-2СА на всех очередников. Вновь дано поручение правительству в 2020 году расширить данную программу. Другими словами, проблеме обеспечения жильем наших граждан будет уделяться первостепенное внимание. В течение года в своих выступлениях глава государства часто пользовался выражением «слышащее государство». Сегодня Касымжимар Тукаев дал этой концепции определения. Современные модели государственного строительства уже дистанцировались от концепции элитарности, исключительности власти. Каждый чиновник должен помнить – мы часть народа, работаем для народа и среди народа. В слышащем государстве каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и защищенным от любых проявлений самодурства и некомпетентности со стороны чиновников. От таких чиновников мы будем решительно отказываться. Ответственные чиновники, ощущение безопасности, растущая экономика – это, конечно, важно. Но главным остаются люди и их достижения в культуре, науке, спорте и других сферах. Традиционно первыми президент отмечает героев труда. В этом году их два – артистка Роза Рымбаева и шахтер Турсенбек Макишев. Объединяет их то, что своему делу каждый посвятил больше 20 лет. Я благодарна вам за то, что вы так высоко оценили мой труд. Я считаю, это общая заслуга всех деятелей культуры нашей страны. Наш народ вас уважает, потому что вы решаете очень острые вопросы, которые волнуют простых казахстанцев. Таких же, как я, кто работает под землей. В Жасказгане очень много. Это большая ответственность – получить подобное звание. Признаюсь, я испытал большое волнение. Считаю, что эту награду вручили не только мне, но и всему Сатпаеву. Только часть лауреатов находится в этом зале. В целом же список награждаемых в этом году внушительный. Среди известных фамилий – президент детского фонда Бубек Сара Назарбаева. Согласно указу, она удостоена ордена Бары с первой степени. Почетное звание Казахстана Янбек Санерген Кайраткера присвоено Димашу Кудайвергену. Есть и те, чьи фамилии звучат впервые. Орденами Янбек Данка президент лично наградил механизатора, чабана и ремонтника железнодорожных вагонов. У меня 20 верблюдов, около 30 кобыл, 700 баранов. Сначала не поверил, что президент будет награждать меня, но, как видите, это оказалось правдой. Спасибо, что оценили мой труд. Тоже как-то это было волнение. Как провожали вас сюда? Хорошо провожали, да, все-таки. Привожали сюда и сейчас ждут меня, чтобы назад домой забрать. Подобные церемонии доказывают, кропотливый труд может быть высоко оценен. Причем неважно, выступает человек на сцене или пасет скот. Достижение страны и ее узнаваемость в мире – это результат работы каждого без исключения казахстанца. Иван Тулинов, Ерженко-Напияулы, Хабар, 24. Помощник первого президента страны получил орден Казахстан Республика Сынын Тунгыш президенты Ельбасы Нурсултан Назарбаев. Награду Абаю Бесимбаеву вручил лично Ербасы. Также в ходе торжественной церемонии Нурсултан Назарбаев отметил труд Махмуда Касымбекова и вручил руководителю канцелярии Ельбасы орден Борис первой степени. В этом году мы будем праздновать 28-летие независимости. Отметив высокие заслуги перед Родиной, в преддверии Дня Независимости президент вручил награды гражданам нашей страны. Я поздравляю вас с присвоением орденов. Продолжайте и дальше трудиться во благо государства. Нурсултан Назарбаев поздравил коллективы предприятий, входящих в состав Евразийской группы с 25-летием кампании. Первый президент Казахстана подчеркнул, что ее становление неразрывно связано с развитием и укреплением независимости нашей республики. Ельбасы вспомнил о трудностях, которые пришлось преодолеть предприятиям страны в 90-е годы, но этот период пройден. Сейчас в структуре ЕРЖ создано более 150 тысяч рабочих мест. В развитие и расширение производства вложено 13 миллиардов долларов. Кроме того, компания реализует социальные проекты, строит жилье, школы, больницы и спортивные сооружения. Нурсултан Назарбаев остановился на глобальных вызовах, требующих от казахстанских предприятий новых решений для дальнейшего развития. Жизнь не стоит на месте. Все движется вперед. Мы входим в эру цифровой экономики, индустриальной экономики, четвертой индустриальной революции. Близко идет искусственный интеллект. И все это будет требовать, чтобы компании развивались, находили новые пути решения вопросов, искали новый передовой опыт, чтобы не отстать, быть конкурентоспособным. В Нурсултане состоялась первая церемония вручения премии работникам промышленной сферы. Престижную награду вручала евразийская группа компаний ЕРЖ. Среди номинантов крупные поставщики и переработчики природных ресурсов, а также фирмы, которые производят технику и оборудование. Торжественная обстановка и симфонический оркестр на сцене. В этом зале сегодня чествуют бизнесменов, которые развивают промышленную сферу Казахстана. Первую премию для поставщиков шахт и заводов учредила компания ЕРЖ в честь своего 25-летия. ЕРЖ Supplier Award предназначена для партнеров евразийской группы. Награды удостоены около 20 номинантов, сотрудничество с которыми уже проверено временем. Мы одни из тех старожил, которые начинали работать с компанией. Начинали работать с аксурским заводом Феррасплам на сегодняшний день и продолжаем с ними работать. Празднуем сегодняшний юбилей вместе. Они как партнеры дают нам работу, мы создаем рабочие места. ЕРЖ занимается добычей и переработкой природных ресурсов. Группа реализует проекты в 15 странах мира и работает с тысячами компаний. Нас знают, мы крупный потребитель. Номенклатура продукции, которую мы используем на наших предприятиях для производства, порядка 230 тысяч наименований из разных совершенно областей. Работаем в направлении того, чтобы выстроить дружеские отношения на долголетней основе. Вместе с тем компания уделяет большое внимание развитию местного содержания в своих закупках. Каждый четвертый партнер фирмы – предприниматель из Казахстана. Так и сегодняшняя премия направлена в первую очередь на поддержку местных товаропроизводителей. Гульшат Сирикбекова, Хабар, 24. Государственный секретарь Крымбек Кушербаев вручил высокие награды ученым, педагогам, врачам, деятелям культуры и представителям производства. Орденами Бары с второй и третьей степени наградили казахстанских поэтов Морфугу Айткожа и Айтани Сибеком. Учетное звание казахстанным Янбек Синерген Кайрат Кирен присвоено восьми деятелям культуры. Дипломы и нагрудные знаки вручены лауреатам государственной премии в области науки и техники имени Аль-Фараби. Ее посудили казахстанским ученым за разработки в области здравоохранения, сельского хозяйства, водообеспечения и энергетики. Также благодарность от имени главы государства объявлена троим общественным деятелям, среди которых и известный правозащитник Айман Умарова. Государственные награды – это высокая оценка за ваш созидательный труд, знание, мужество и огромное стремление сделать нашу страну самой богатой, умной и конкурентоспособной в мире. Позвольте мне от имени и по поручениям президента республики Казахстан Хасим Жемар Кемельича Тукаева поздравить вас с вашими выдающимися достижениями во всех сферах человеческой деятельности, с высокими государственными наградами и пожелать крепкого здоровья, семейного счастья и новых творческих успехов. Глава государства высоко оценил наш труд. Эта награда – результат многолетней исследовательской работы в области водообеспечения. Впервые в истории нашей страны на эту важную тему выпущен столь масштабный научный труд. Хочу отметить, что мы, казахстанские ученые, чувствуем огромную ответственность перед отечественной наукой и будем прилагать все усилия для ее развития. Конференцию в формате нетворкинг организовали для студентов молодежные лидеры Караганды. Такие встречи дают возможность завязать деловые контакты и узнать новые бизнес-идеи. Главными спикерами на конференции выступили известные молодые люди, которые презентовали свои истории успеха. Это представители различных сфер предпринимательства, маркетинга, журналистики и спорта. Например, автор первого в Казахстане «Богатого дневника» о финансовой грамотности Даулет Мукаев учил студентов, как увеличить собственные доходы. О своих достижениях в бизнесе рассказал и Ужас Сулеймен, автюзка-поэта, победитель международного конкурса «Много языков. Один мир», организованного ООН. На конференции также обсудили инициативу главы государства о создании комплексной программы по молодежной политике. У нас много, куча программ. Очень важно их объединить, чтобы какая-то единая система, единая структура была. Тогда молодым ребятам легче будет понимать. Если у нас будет единая программа, где человек может обратиться и получить различные гранты даже для начинающего предпринимателя, это уже облегчит ему работу. И он будет понимать, не будет на разных конкурсах участвовать или же не будет владеть, грубо говоря, информацией. 5 тысяч молодых людей из 7 тысяч обратившихся с начала года в столичный центр занятости были трудоустроены. Существуют разные механизмы от молодежной практики до помощи в открытии собственного бизнеса. Асхат Ниазов попытался разобраться, почему, несмотря на все условия, в городе немало безработных. Центр занятости населения города Нур-Султан. Никаких очередей, только скучающие сотрудники. Хотя, казалось бы, самый разгар рабочего дня. Ведь о занятости казахстанцев столько говорили с высоких трибун. Специально для этого даже создали несложные механизмы для трудоустройства и разработали целую госпрограмму. Молодежная практика называется. Видимо, не достучались до безработных казахстанцев. И даже красочные буклеты с призывами не помогли. Здесь нас твердо заверили. Всех, кого захотел, уже трудоустроили. Правда, желающих на данный момент всего тысяча человек. Это те люди, которые готовы стажироваться за 70 тысяч тенге в месяц, но с гарантией дальнейшего трудоустройства. Естественно, уже на полную ставку. Проблема в том, что на таких условиях строить карьеру согласны далеко не все. На сегодняшний день у нас в базе центра занятости имеется более 5000 влокантных мест свободных. Работа есть. Есть и другой вариант. Не устраивает зарплата, открой собственное дело. Например, какая Лара Данинбаева. Девушка отучилась на программиста, но потом поняла, что это не ее. Теперь она швея. Устройство оверлога и технику двойной строчки она освоила за три месяца. В этом опять же посодействовали сотрудники центра занятости. Мастерская работает всего неделю, а от заказов уже, как говорится, отбоя нет. Это вы так развлекаетесь, что ли? Это мне заказали костюм для детей. А, это костюм. А, все, все, простите, простите. Костюмчик. Это мышка? Да. Сколько денег вам выделили? 500 тысяч. 500 тысяч. Вам хватило на все это 500 тысяч? Да, хватило. Вот вы, получается, купили одну швейную машинку, да? Нет. Вот оверлог, потом вот утюг, утюжный стол, вот это шкаф и вот полка. Ага, 500 тысяч. Вы куда здесь? Это кредит или вам дали? Нет, грант. Грант, да? Да. То есть возвращать вы ничего не будете? Нет. То есть в стране существует вполне работоспособная программа, которая дает возможность через центр занятости обучиться за три месяца интересной профессии. Затем эксперты палаты предпринимателей сами разработают бизнес-план и профинансируют проект, причем на безвозмездной основе. Для большинства трудоспособных казахстанцев это реальный шанс обрести любимую работу и стабильный доход. Асхат Ниазов и Новорыз Базаров, Хабар, 24. В Базаровской области дефицит кадров решают с помощью дуальной системы обучения. Такой взаимовыгодный метод подготовки специалистов внедрен в 20 учебных заведениях регионов. Для учащихся колледжей это отличный шанс трудоустроиться. Уже во время практики они получают за свой труд на предприятии денежное вознаграждение, а после ее окончания – работу. Алпамы Сторигалиев 9 месяцев обучался по системе дуального образования. После успешной сдачи тестирования его взяли на работу в одну из казахстанских нефтяных компаний. Сейчас он оператор технологических установок. В прошлом году во время учебы я практиковался на самом месторождении, где работал на установках, о которых знал только в теории. Практика была трудной, но я многому научился. Окончив учебу, меня взяли на работу, к чему я безграничен рад. Заинтересованность работодателей в подобном сотрудничестве растет с каждым годом. Сейчас в регионе более 15 отечественных компаний участвуют в совместной подготовке востребованных специалистов. Есть спрос по дуальному обучению именно компаний, которые занимаются электроснабжением, контрольно-измерительными приборами, технологией химического инжиниринга, бурение, разработка нефтяных и газовых месторожений. Все эти специальности у нас востребованы. В Атраусской области в этом году производственную практику по дуальному обучению прошли более 200 студентов. В следующем их количество увеличится до 300 человек. Гульмира Сутубаева, Тимирлан Султангазиев, Жандос Рахметуллин, Атрау, Хабар-24. Повышение стипендии даст больше возможностей для иногородних студентов, считают учащиеся в УЗА в СИМЕ. А для всех остальных это дополнительный стимул улучшить результаты во время сессии. Лаура Байтлиуова, студентка 4-го курса. Она удостоена президентской стипендии за высокие достижения в учебе. Для каждого студента это очень важная новость, так как наше государство, наш президент дает нам большие возможности для получения образования высокого качества. Обучение оплачиваю я с помощью данной стипендии, и мои родители не платят за обучение. Поэтому, мне кажется, это очень большая возможность. У меня стипендия 20 949 тенге, вот с 1 января уже будет 25 949 тенге. Для меня, как для иногороднего студента, это большая финансовая поддержка и стимул самосовершенствоваться, участвовать в разных подобных мероприятиях. Целая армия фанатов и журналистов сегодня встретила Димаша Кудайбергена в аэропорту Нурсултана. Известный исполнитель вернулся на родину после аншлага в Нью-Йорке. Поклонники артиста с плакатами и подарками собрались в аэропорту еще за несколько часов до его прибытия. Среди фанатов были те, кто специально приехал из других городов. Певец с трудом прошел сквозь армию своих поклонников. Каждый хотел получить памятное фото со звездой. После эмоциональной встречи с фанатами, практически сразу после прилета Димаша с отцом фанатом Эльбаевым, прибыли в Центральный концертный зал Казахстан. В преддверии Дня независимости здесь состоялась церемония вручения государственных наград работникам культуры и спорта. Награду Димашу вручила глава профильного ведомства Актоты Раимкулова. Певец поблагодарил казахстанцев за поддержку. От всего сердца говорю огромное спасибо всем казахстанцам. Спасибо за признание моего труда за награду. Также благодарю людей, которые всегда рядом со мной, мою семью. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok